Добрый день Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, ребята! Всем привет! А вот и мы! Ну, нагулялись! Да, и нагулялись, и в снежки наигрались! Да, и на санках накатались, а главное, снежную бабу слеплю! Ух ты! Она у нас такая красивая получилась! Жалко только, что её нельзя было с собой домой взять! Нет, домой нельзя, Шунечка, она бы в тепле растаяла! Конечно бы растаяла! Жалко! Стоит она там одна денёшенька и грустит! Ну, не расстраивайся, Шунечка! Я думаю, что вашей снежной бабе скучно не будет! Да? У неё же там много друзей и воробишки, и галки, и белки, и даже мышки! Так что снежной бабе не придётся скучать! Правда? Ну, конечно! А тем более, что со снежными бабами, между прочим, случаются на улице разные истории! Тётушка Дарья, а расскажите нам хоть одну, а? Ну, что ж! Слушайте! Слепили как-то ребята снежную бабу и поставили её у домика, возле огорода! Лепили ребята, старались, украсили как могли и рябинкой, и орешками! На голову снежной бабе надели шапочку красивую, вокруг шеи повязали разноцветный шарф! Ну, вот пришло время обеда, и ребята ушли домой, а снежная баба осталась во дворе, по соседству с огородным пугалом, которая там ещё с весны стояла! Ну, и сосед мне попался, смех! Да и только! Ах, такой уж уродился! Не то, что я! Красавица! Я красивая привожа, на царевну я похожа, обо них хоть целый свет снежной бабы лучше нет! Про красавицу такую все вокруг давно толкуют, и про дивный мой наряд всюду-всюду говорят! Ох, я парень неказистый, и нескладный, и смешной! Даже звери, даже птицы, все смеются надо мной! И никто со мной не будет ни играть, и ни дружить! Ой-ой-ой, как трудно, люди, мне таким на свете жить! Пугало и вправду было нескладным и смешным. Но, во-первых, его таким специально сделали, чтобы оно своим видом птиц пугало и с огорода их отгоняло. А во-вторых, друзья мои, внешний вид – это не главное. Главное – как ты относишься к другим, правда? Правда! Можно быть одетым очень красиво, но иметь недоброе сердце. Да и наоборот, за бедной некрасивой одеждой может скрываться доброе сердце и прекрасная душа. Так вот, в этой истории все так и было. Пока светило солнышко, воробей и белка весело кружились вокруг нарядной снежной бабы. Ну вот, подул сильный ветер, и началась метель. Белка задрожала. У воробья пёрышки заледенели на холодном ветру. Где укрыться печушкам-зверюшкам в пурбу? И кинулись они к снежной бабе. Пусти нас под свою тёплую шапочку! Укрой нас своим пушистым шарфиком, пока метель не утихнет! Хм! Вот ещё! Вы же мою новую шапочку испачкаете! Мой красивый шарфик коготками попортите! Нет уж! Спасайтесь где-нибудь ещё! Некуда птичке да белке деваться! И обратились они к пугалу. Пугала, а пугала, помоги нам от метели укрыться! Вон у тебя какая шапка тёплая! Спаси нас от снежной бури! Укрой своим шарфиком! Да я не прочь вам помочь! Только шапка-то у меня старая, а вместо шарфика драная тряпица. Вам не понравится! Понравится? Понравится! Спасибо! Метель утихла. Воробей и белка вылезли из своих укрытий и снова закружились вокруг снежной бабы. А про пугало и забыли. Я красивая, я пригожа на царевну, я похожа, а пойди хоть целый свет, снежной бабы лучше нет. Но тут грянул мороз. А зверюшки и печушки голодные? Корма-то им нет. Кинулись они к снежной бабе. Спаси нас от холода! Дай хоть немного рыбиновых ягод из своих буш! Мы ведь с голоду и умереть можем. Дай нам немного орешка. Ну вот еще! Стану я мои красивые бусы на корм птицам пускать. Стану я мои пуговки белкам скармливать. Ищите себе пропитание где хотите, а свой наряд портить не дам. Не к кому птичкам-зверюшкам обращаться, кроме пугала. Кинулись они к нему. Пугала-пугала, накорми нас семечками! Хоть немного дай, пожалуйста, чтобы мы с голоду не умерли. Да я не прочь вам помочь. Только семечки старые, боюсь, засохли. Да они не вкуснее рябиновых ягод, не сытнее орешков. А это чего? Ну, берите, мне не жалко. Спасибо, пугала, ты настоящий друг. Спасибо, пугала, мы тебя любим. Правда? Никто мне еще таких добрых слов не говорил. Никто меня другом не называл. Пусть я и не козистый, корявый и смешной. Лесные звери-птицы хотят дружить со мной. А как же я? А со мной кто дружить будет? А воробей и белка так и остались возле пугала. Поняли они, что никакой красивый наряд не заменит доброго и щедрого сердца. И что настоящий друг познается в беде. Вот такая история. Тетушка Дарья, а еще какие-нибудь истории про снеговиков есть? Есть. Ой, как интересно! Ну, друзья мои, об этом в следующий раз, потому что уже пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Ангела-хранителя.